итак друзья я вас приветствую на нашем канале сегодня мы с вами поговорим о легочных проблемах то есть те проблемы которые возможно могут возникнуть в связи с тем что вторая волна коронавирус приближается насколько она пройдет мимо или накроет нас и поэтому должна быть профилактика профилактика ну и потом помощь которую вы сами можете себе оказать ну каких-то первых этап когда не требуется уже такого серьезного медицинского вмешательства здесь нужно понимать одну интересную особенность которая у нас присутствует то что наш мозг это жировая ткань животный жир легкие это тоже животный жир естественно легочная ткань ну можно сказать то из чего состоит ткань легочная это суфрактант это тоже на 85 процентов жировая ткань и поэтому конечно как один из вариантов профилактики это употребление животного жира это может быть сливочное масло это может быть небольшой кусочек сала который будет поддерживать состояние легочных тканей вы обратите внимание что легкие во все времена туберкулез или вообще воспаление легких всегда животные жиры это может быть барсучий жир который потреблялся во внутрь при туберкулезе это при воспалениях когда втирали борсучий жир кожу нашего тела наши родители ну и естественно дышать над содой сода я уже упоминал и несколько раз рассказывал о том что она во первых если это все-таки вирус то вирус оболочка вируса растворяется часто на при содовом дыхании когда вы над кастрюлей соды начинаете дышать ну и сам вирус ковито он как бы нейтрализуется при температуре 60 градусов а здесь когда вы дышите температуру близка к 70 и таким образом сода и в общем-то воздействует на этот вирус вирус распадается но это как бы тот момент когда уже человек заболевает а профилактика если конечно вы все-таки в какой-то степени бывает так что веганец вегетарианец не забывайте про животные жиры которые нужны здесь вот и еще несколько слов можно сказать о давно забытом таком ну это не продукт микроэлемент сера у серы есть много интересных свойств ну и наверное я не знаю вот это поколение она наверное серой не пользовалась но мы когда были совсем маленькие нам в школах детских садах при советском государстве обязательно серу добавляли продукты питания и вот эта сера она улучшала состояние костей состояние волос состояние кожи уходили скажем прыщи акне кожа очищалась и в то же время это сера она способствовала тому что улучшалась энергетика клеток и многие обменные процессы представьте свыше 150 обменных процессов идут в нашем организме с участием серы и сера занимает где-то порядка восьмое место по в нашем организме по степени нужности поэтому они и нужно наверное вспомнить потому что тогда когда и сушается поверхность легкого когда слизь уходит то чаще всего это связано с тем что дефицит серы и слизевые компоненты в легочной ткани они нужны для того чтобы не пропускать вирусы не пропускать бактерии ну и не только в легочной это может быть у женщин в области малого таза это матка это может быть слизь в желчном пузыре формирование слизистых компонентов то же время и желудок желудок потому что он тоже содержит слизь который защищает от желудочного сока во время процесса переваривания белков ну вот поэтому хорошо бы наверное помочь себе улучшить свое общее состояние принимая даже небольшое количество серы для взрослого человека в среднем ну берется вес где-то наверное 70 килограмм потребление серы где-то от 4 до 5 миллиграмм и естественно когда мы с вами все это дело используем это будет хорошая профилактика и как только вы чувствуете что заболеваете можно использовать и старый проверенный временем рецепт это когда берется стакан молока разогревается до горячего состояния чайная ложка масла чайная ложка соды чайная ложка меда на ночь приняли и утром почувствовали себя достаточно хорошо потому что снялась интоксикация ну вот особенно это когда вы начинаете заболевать ну а когда уже заболели тот не грех подышать над содой и в некоторых ситуациях конечно можно тест провести пока вы в здравии поставить банки на спину и посмотреть сколько синяков образуется если минут 15-20 постоит постоят эти банки на вашей спине если образуются синяки то легочная ткань напряженная и вот здесь как один из вариантов простучать легочную ткань конечно бы я думаю нам надо отснять этот материал показать как это дело делается простучать поставить банки и посмотреть ага синяки образовались значит нужно еще разочек проработать через день или через два добиться того чтобы синяки не образовывались и если вам это интересно то напишите об этом в своих комментариях и кстати конечно когда вашими легкими занимается специалист который знает хоть немножко висцеральную практику то проблема легкого очень часто создается тогда когда возникает как бы застойное явление в области правой почки как ни странно и вот это правая почка она регулирует газовый обмен ну и вот из наших практических мероприятий когда мы занимаемся с нашими пациентами когда они приходят с нарушением функции дыхания это может быть осмоидные компоненты это может быть уже воспалительный процесс который начинается достаточно про проработать почку то есть ее прокачает прокачать есть такой способ в висцеральных практиках когда почка поддавливается продавливается до полного исчезновения снятия с нее болевых ощущений но естественно предварительно подготовив как бы путь к отступление потому что в почке может быть и песок может быть и камушки вот эти чтобы камни камушки песочек нормально прошли значит нужно расслабить сначала мочевой пузырь промять эту область продавить мочеточник а затем продавить прокачать эту правую почку и можно увидеть сразу же как покраснение щек уходит ну вот а щеки это представительство как бы проблемы легкого то есть просто так щеки не краснеют чаще всего покраснение связано с тем что там застойные явления в легочной ткани ну вот и таким образом вы можете наблюдать а наставили банок простучали грудную клетку как-то простучать даже вот таким вот образом взяли простучали и вы уже там можете найти что-то какое-то дискомфортное состояние вот оказывается если постукивать себя таким образом то это дискомфортное состояние она исчезает то есть через какой-то промежуток времени может через полминутки через минутку там дискомфорт уходит ну вот а дальше уже можно попросить кого-то из семьи чтобы также простучали и со стороны спины то есть такая же ситуация только не со стороны груди а со стороны спины простучали сняли опять же эти напряженные участки дыхание становится более легким свободным ну вот это вот как профилактические мероприятия которые направлены на то чтобы как бы избежать того что человек начинает кашлять и легкие начинает страдать и конечно я бы порекомендовал как домашняя профилактика это поддавливать свой живот ну вот потому что ну ситуация складывается такая что во время пандемии короны вирусные тот который было с апреля по июнь месяц приходилось встречаться с друзьями которые страдали этой проблемой и облегчать выход из их из этого состояния как раз работа с животом поддавливанием но для этого конечно вы должны быть уверены что вы иммунная система у вас нормальная ну вот а иммунитет складывается оказывается еще из состояния тонких кишек кишечника ну вот от слизистой под слизистой этого тонкого кишечника где формируется лимфоциты лейкоциты где лимфоидная ткань которые борются как раз с вирусами ну вот где формируется антитела глобулины ну вот это все конечно участвует в общем процессе и если мы улучшаем там микроциркуляцию кровоснабжения то вот этот процесс даже если вы заболели он проходит намного легче ну а если чтобы не заболеть будет хорошая профилактика ну и естественно опять же если вы побыли где-то в компании где опасаетесь может быть больной человек с вирусом то вечером подышать над содой из расчета столовой ложки на литр доводите воду за закипание до горячего состояния накрылись чем-то старым одеялом или старым пальто ну и подышали конечно нужно уберечь себя чтобы ожогов никаких не было то есть не сразу приближать свое лицо к кастрюльке который горячая вода с содой ну вот это дает во-первых легкое дыхание во вторых кожа становится мягче ну и полезно для волос и даже для глаз потому что часто когда мы исследуем глаз пациента то слеза кислые пациенты стекает слеза лакмус и бумажка потрогали она кислая она должна быть щелочной и поэтому сода здесь выступает еще не только как улучшитель состояния легкого но и как улучшитель состояния даже зрения в какой-то степени ну вот и пока вы дышите над содой можно где-то ухо приложить с одной стороны с другой потому что там тоже улучшается общее состояние ну вот и подышать через нос потому что пазухи моего носа там тоже есть слизь и часто это слизь начинает излишне излишнее количество слизи начинает выходить ну надо ее отпустить и в то же время те бактерии которые там накопились они тоже от содовой от содового пара они тоже начинают уходить ну и человек скажем таким образом поддерживать свое здоровье это будет мощная хорошая профилактика профилактика именно проблем легочных тканей и при недостатке серы нужно отметить что такие интересные момент я опять возвращаюсь к серы серии потому что мы начали ее использовать и мы видим очень интересный результат который с людьми происходит это проблема решается плохо заживающих ран ломкости ногтей это тусклая кожа это артрозы артриты ведь дело в том что чаще всего все-таки попадают в эту ситуацию связанную с коронавирусом люди которые готовы к этому в первую очередь не специфические артриты и вот здесь сера тоже играет очень хорошую роль по крайней мере она снижает уровень воспаления ну вот ну и в общем то помогает в общем иммунитете будем так говорить поэтому все складывается из вот мелких деталей казалось бы ну что там сера ну что там медь ну что там кремний а это то чего не хватает в наших продуктах на сегодняшний день к сожалению почвы истощены и многие продукты не содержат в себе того что должно было бы быть ну вот ну и аллергические реакции а ведь часто бывает так что легочные проблемы как результат аллергических реакций и поэтому сера здесь тоже сыграет определенную нормальную хорошую роль то что то сказать в вашем оздоровлении ну и я бы вам рекомендовал посмотреть в свое время мы выпустили видеоматериал по представительным зонам проекционные представительные зоны посмотреть его достаточно интересный для того чтобы знать о себе посмотря на себя в зеркало или посмотрев на себя в зеркало мы можем увидеть какие-то прыщи какие-то покраснения и тут же предположить что ага если вот согласно этому положению но взять щека покраснела это значит проблема легкого а если щека побелела это тоже легкое только там уже уже идет не воспалительный процесс а дегенеративный процесс или там смотришь глаза покраснели а почему покраснели нужно обратить внимание на печенку или ноги мерзнут почему ноги мерзнут оказывается печень ослабленная значит нужно поддержать печенку то есть и вот там я постарался обрисовать вот эти вот взаимосвязи и описать как себя можно подтестировать как себе можно помочь ну и помочь окружающим естественно конечно если это вы будете делать совместно с доктором то это будет очень интересно и даже как-то многих это собирает потому что человек посмотрел покраснел подбородок значит в малом тазу застой начал искать каким образом решить висцеральный практик помял живот улучшил состояние низа живота тут же подбородок поменялся исчезла его цветность или бывает так что на лице рассматриваешь и на вдруг на лице видишь красное пятно под левой перри орбитальной областью глаза пятно появилась давай-ка посмотрим сердце берешь ритм сердца ты удивляешься что ты не ошибся потому что там перебои или какие-то изменения в области сердца когда мы наблюдаем как пульсовая волна меняется то она сильная по ударам то она слабая то сильная то слабая а это все прежде чем мы же этого не чувствуем а на лице она появилась или лоб лоб покрылся прыщами и вот здесь опять и серы не хватает и в то же время это говорит о том что нужно посмотреть толстый тонкий кишечник потому что там возможно и паразитоз там возможно и еще какие-то дополнительные застойные явления в кишке то есть либо воды не хватает что каловые массы долго стоят и человек не может сходить в туалет по два по три дня а то может быть это же печень которая не выделяет или плохо отделяет слабо концентрированную желчь ну вот и нужно разобраться с причинами что за причина почему желчи мало и почему рука сухая вот все эти ответы вы найдете как раз в этой скажем в этом видеоролике который мы отсняли для вас уважаемые наши друзья и так дорогие друзья наше здоровье в наших руках мы должны активно себе помогать особенно те кто находится где-то вне территории города где-то в поселке где слабая медицинская помощь и поэтому вы должны обращать на это внимание научиться себе помогать а вот лицо тело руки длина пальцев как человек идет как ведет себя поведение спит не спит храпит не храпит это все признаки того что в организме человека происходит какие-то расстройства и таким образом мы с вами имеем возможность предупредить вот эти проблемы и не давать им развиваться вообще медицина должна быть профилактическая вот а уже хирургия должна быть только экстренная это нужно помнить и беречь свой желчный пузырь беречь свой аппендикс от того чтобы их не убирали но для этого нужно обращать внимание на себя не принимать свое тело как автомобиль на котором можно ездить 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 и мы дождемся того что он сломается потом не поднимется задавайте вопросы мы постараемся ответить на ваши вопросы потому что мы заинтересованы в вашем здоровье удачи вам и здоровья и и и и и и и и и